На строительной площадке сегодня побывал вице-премьер Виталий Мутко и губернатор края Вениамин Кондратьев. Все работы там были приостановлены из-за разногласий собственников, однако перенос сроков окончания реконструкции больше недопустим, отметил Мутко. Ну, надо разблокировать и завершить стройку. Вот, знаете, самое главное же, пока мы выясняем отношения, остадают, в первую очередь, и спортсмены, и жители Краснодара. В любом случае, у нас основная задача в сентябре открыть ядро легкотическое, чтобы могли отпраздновать юбилей этого стадиона, прославленного стадиона. Здесь очень много выдающихся советских и российских спортсменов. С проверкой вице-премьер России и глава региона побывали также в Центре подготовки по плаванию и тренировочном зале гандбольных команд. После участники объезда оценили работы на стадионе «Кубань». Там сейчас ведется реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира. Футбольное поле будет одной из тренировочных баз для спортсменов. Масштабная стройка развернулась и в районе баскет-хола. После ее окончания в Краснодаре появится дворец водных видов спорта. По проекту предусмотрен большой бассейн для синхронного плавания и водного пола, а также вышка для прыжков до 10 метров. Здесь есть мощнейший спортивный кластер. Мы видим здесь, в общем-то, вложился край. И, конечно, это тяжелый такой большой объект, который требует свое завершение. Ну, договорились, что сейчас будет в течение месяца переосмыслено здесь. Вообще, еще раз, и сметная окончательная стоимость, и возможности края. И я думаю, что мы, может быть, в следующем году финансовым окажем поддержку для завершения этого объекта, как минимум, 18-19 год. По каждому строящемуся спортивному объекту было детально проработано механизм финансовой поддержки и дальнейшее завершение. И вот эксплуатацию этих строительных объектов, что, хочу сказать, безусловно, позиция и Виталия Ивановича, и моя совпадает там, где спорт, там жизнь. А там, где строительство спортивных объектов, там жизнь будущих краснодарцев и здоровое будущее, а может быть, и будущее высоких спортивных достижений. Проинспектировала делегация и темпы строительства учебной площадки Кубанского университета физической культуры. Там разместится поле для игры в футбол и регби, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков в длину и толкания ядра. Виталий Мутко отметил, что возможность тренироваться в этом спорткомплексе должна быть не только у студентов вуза, но и жителей ближайших микрорайонов. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.